Сквер на Димакова в Советском районе обустроят уже в этом году. У жителей микрорайона Ща появится место для спокойного и активного отдыха всей семьей. В сквере сделают площадь первостроителей, рощи и место для выгула собак. Проект уже обсудили с общественностью Академгородка. Подробнее о будущем территории площадью 2,5 гектара расскажет Елена Богатырева. Узкими зимними тропинками жители микрорайона Ща пересекают пустырь. Здесь чаще выгуливают собак. Для семейных прогулок это место неудобно ни зимой, ни летом. У меня трое детей. Всех троих детей приходилось водить, гулять на верхнюю зону пешком, либо возить на машине. Там много довольно парковых небольших зон, раскиданных равномерно. А в Ща никогда ничего не было. Всегда перед глазами стоял вот этот пустырь. С чего-то надо начинать. И чем быстрее, тем лучше. Люди ждут дела, а не разговоров. Разговоры о благоустройстве пустыря идут уже лет 30. Благоустраивать территорию начнут летом на условиях муниципально-частного партнерства. Проект поддержала общественность. Проект действительно хороший. Он предполагает быструю реализацию. Это минимум нагрузки на местный бюджет. Это хозяйственная часть. Если мы проводим здесь коммуникации, электричество, это все требует поддержания. Я профессионально это знаю. Это требует больших денег. Этому нужен хозяин. Кто-то должен присматривать. Сегодня споры вокруг сквера разделили общественников на два лагеря. Одни хотят, чтобы благоустройство двух с половиной гектаров начали летом по имеющемуся проекту. Другие предлагают еще три года ждать федеральных денег в надежде расширить границы сквера. Но и тех, и других волнует участок бывшего рынка, где планируют построить досуговый центр. Здесь появится большая точка притяжения в виде торгового центра или там спортивного, в виде парка, прогулочной какой-то зоны. Погожий денек. У нас здесь будет просто наводнение из машин. Поэтому у меня большой вопрос к тем, кто будет строить этот торговый центр. Будут ли у нас подземные парковки? Будет ли каким-то образом решен вопрос с расширением дороги? Потому что это действительно необходимо. Дендрологи исследовали участок. Выяснили, здесь нет надежной зеленой преграды для ветра. И на улице Димакова он сильный и порывистый. Именно поэтому здесь высадят деревья и кустарники. Специалисты рекомендуют высокие и быстрорастущие. Они создадут зеленую стену между домами и дорогами. Изучить проект благоустройства можно на сайте «Зеленый Новосибирск». Елена Богатырева, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует...